Сейчас мы едем в аквапарк Вимс и здесь можно видеть вон там у нас море и мы находимся с той стороны что с обратной стороны мы видим старый город вон там находится старый город и паромы на которой можно сесть и через полтора часа оказаться в Финляндии но сейчас у нас другой маршрут у нас Аленка ездила в Финляндию поэтому в Финляндию мы сегодня не поедем а поедем в Вимсе аквапарк потому что мы про него слышали но ни разу там еще не были сейчас мы отправляемся в Вимсе и так мы можем из видимо любоваться старым городом и сейчас мы прям за самым-самым-самым городом итак нам на рецепшины предложили заплатить за нашу семью 150 евро это вход на сутки и в это не входит к сожалению аквапарка аквапарк будут стоить дополнительных 25 евро для того чтобы пользовались здесь абсолютно всем а вам это обходится в 165 либо просто сам спа-отель будет 150 евро стоить и вот так он выглядит традиционно эстонском стиле здесь вы ставите свою машину на парковке здесь вход там находится аквапарк и вот здесь находится отель мы сейчас находимся на четвертом этаже так выглядит наш номерочек посмотрим номерочек выглядит наверное стандартно итак наша семья вселилась Вимсе аквапарк в отель и самое время пока мы не устроили здесь своей семьей шоу сделать небольшой обзор значит смотрите при входе что мы наблюдаем мы наблюдаем здесь халатики махровые халатики на каждого члена семьи и это уже традиционная эстонская фишка покажу как выглядит это ставится два шкафчика внутри мужская женская зона посередине зеркало и халатики так у нас выглядит санузел санузел это каменная мозаика обычный ифовский но финский туалетик стекло шторка ураковский смеситель в этом случае это алюминиевый потолок на четыре точки светильником это вентиляция и это вот такая замечательная мозаичка и так и так здесь у нас такая интересная полная столешница бедета густав берковский сливной аппаратик фен в общем выглядит неплохо здесь у нас от sony плазма не поскупились молодцы тоненькая современная здесь у нас телевизор для вызова ресепшена здесь меню у нас ресторан и все что входит в комплект от вимси пультик холодильник посмотрим чем он у нас забит пустой странно ну да ладно и так для детей у нас такие интересные в морской тематике кроватки первая кроватка и 2 тимурка как тебе нравится точно прикольно на каждой подушечке у нас лежит конфетка напомню что халатик включен вот такой у нас обзор кроватки здесь две кровати для взрослых они спаренные можно также двигаться плотный занавес если кто-то хочет поспать днем сейчас посмотрим вид из номера ну вид из номера в нашем случае на шоссе но здесь довольно много зелени сосна и парковка из плюсов можно видеть свою парковку свою машину на нее смотреть и минусы это наверное дорога но хорошие пакетники стоят и здесь шума действительно не слышно у детей вот такая шикарная кроватка ламинат 31 класса небольшой ковер для того чтобы от своей ногой ходить два стаканчика дополнительные подушечки лежат не знаю для чего но они есть почистить обувь задничек так по ощущениям шумоизоляции со старта видно неплохая мягкие пастельные тона ламинатик в этом случае наверно ну кому-то плюс кому-то минус мне например не нравится потолки и потолковая группа специально занижена для того чтобы мы здесь слишком не орали то есть это эстонская такая тематическая фишка во всех остелях эстонии финляндии в большинстве швеции они играют таким образом они опускают потолок 242 43 может быть даже чуть ниже 235 для того чтобы вы громко не орали то есть вам нет смысла громко орать вы себя прекрасно слышите и это большой плюс то есть есть шумоизоляция есть звукопоглощение эта штука работает на звукопоглощение делается она специальными материалами слышите почему приехала семья с кучей детей а кто-то приехал там пенсионер одинокий и конечно же это немножко другой уровень шума но в целом все комфортно здесь опять же ключ электронный для людей входишь уходишь план эвакуации здания что не лишнее кондиционер не лет подсветка кнопка вызова если кому-то стало плохо сердцем лечет чем-то надо хлопнуть вывела так далеко специально для того чтобы дети играясь на нее не нажали еще также дымовой датчик на тот случай если кто-то закурит и заснет сигареты либо будет какой-то дым человека предупредить о пожаре по запахам запахи обалденные даже в не знаю за счет чего не здесь никаких тут вонючка нету но прикольно полотенце раз два три 4 5 6 7 7 комплектов полотенца на разные группы в душевой здесь отдельная такая штучка для того чтобы пользоваться мылом нашем случае полная круто такая же штучка у нас расположена для того чтобы помыть руки горячий холодная вода присутствует два стаканчика но это больше в немецком стиле наверно тематика морская они любят путешествовать на паромах и на всех паромах именно вот такая девочка кстати можно посмотреть где-то может в этом какая-то фигня и есть фишка здесь у нас предусмотрено но они пустые гигиенические для того чтобы ободок положить вокруг туалета бедета туалетная бумага расположена конечно не пропорциональные самые места здесь а тут есть аварийный рулончик туалетной бумаги душик и полотенцев на 2 больше то есть не 7 а 9 конечно валера швейцарец но в целом в целом вот так выглядит обзор самого отеля и впечатление хорошие нам нравится теперь сделаем обзор аквапарка и вообще всего чего здесь есть но это так ну что ж ника владимирна усилилась свой номер и любимое место вот у этого окна она прям любит торчать и смотреть на природу и это нравится спать она будет скорее всего здесь с родителями и взрослые братья и сестры будут наверху не как ну что ж добрались мы в таллинн спа вимся аквапарк и первое впечатление пока его не изучили но он выглядит следующим образом он делится на три группы первое это отель вместе спа старая это аквапарк водных процедур h2o называется и третье это кинотеатр то есть он как бы спарен и это три в одном но на самом деле это три разные вещи просто они находятся в одном здании стоимость спа отеля вам обойдется на семью 150 евро стоимость посещения аквапарка 25 евро ну соответственно 15 евро кинотеатр вы можете приехать и наслаждаться всем тремя действиями а можете выбрать что-то одно мы пока выбрали спа отель и пойдем разумеется вот в этот замечательный аквапарк вот ключи здесь есть парковка порядка 200 машин и что собственно грял уже неплохо сейчас мы находимся в вимсе вимсе спа имеет вот такую детскую комнату по моему она непропорционально здоровая и здесь одновременно и горки и детское кафе кстати очень недорогое и целый мини зоопарк но по крайней мере пока мы сюда зашли даже не хочется идти в никакой спа детей туда просто не выгнать очень прикольно здесь делали здесь детское кафе находится внутри мини зоопарка и ты прямо кушаешь среди животных сколько стоим мы здесь на семью но на семью здесь можно покушать скажем так от 20 евро и нам обошелся в 30 евро здесь скажем так ужин я думаю это того стоит сейчас мы отказали блюда которые мы кушаем сейчас мы говоря нам на пятерых было более чем сытно и мы вы ни в чем тебе не отказывая поели за 31 евро мы очень довольны кулинария конечно же она традиционная такая наверно как везде но подача и вкус он немножечко все-таки индивидуальный был этот факт и дети в таком восторге что мы приехали как бы в спа в аква парк но из этой детской комнаты их не выгнать мы здесь уже находимся два часа я не знаю почему но мы были более крутых комнатах более крутых отелях и на них не производила впечатление то количество инновационных решений которые там есть а вот сочетание куропаточек мыши редких животных кроликов и детский город это то что концентрирует их не внимание и занимает все больше и больше времени два часа здесь пролетают так что их ты еще от сувенивый и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже хочу Сейчас покажу, как выглядит завтрак В принципе, в завтраке есть все необходимое Практически все группы продуктов Но, если быть честным, то завтраки во всех эстонских кафе Они абсолютно одинаковые То есть ничем друг от друга не отличаются Ровно как если мы отъедем чуть дальше к Финляндии, Норвегии и Швеции Они у них будут то же самое Похожи очень, в принципе, то же самое, что в Эстонии Только будет большое количество фуагра, может быть И разной красной рыбы, типа там лососи, форели и так далее Здесь, что мы можем видеть из традиционного Например, тунец Их не любимая соленая сладкая огурец Шампиньоны Шкварочки, сосиски Вот эти вот мясные шарики, это шведские, как правило Ну, омлет И чего здесь вы забили, это селедки Как правило, на каждом столе Порядка трех-четырех видов селедки Оливки, в принципе, тоже всегда есть на столе В эстонских отелях Но на настоящем открытии у нас было то, что здесь есть вот такие блинчики Вот, то есть здесь они еще пекут дополнительно блины Кофе здесь всегда отменный, всегда на зернах Ну, вот, как-то вот такой вот скромненький, но действительно сытный завтрак Так, на этом наш завтрак окончен И наш вердикт такой, что завтрак здесь такой же, как в любом эстонском отеле Ну, в принципе, он достойный Здесь действительно голодный вы не останетесь И без же детей вы отсюда не уйдете Вот, из, может быть, небольших минусов, которые здесь вы столкнетесь Когда будете бронировать отель-спа Вимси Там есть небольшой такой подвох, который надо учитывать Мы на что-то похожее нарвали в Швеции То есть, когда вы снимаете отель Допустим, на нашу семью это стало 150 евро И там написано, что это завтрак, а мы посещением спа То есть, вы понимаете, глядя на картинку Вы видите большой аквапарк внутри отеля И думаете, что вы получите на халяву вход в аквапарк И будете пользоваться отелем Однако здесь есть четкое разделение спа-зоны и аквапарка То есть, если вы приезжаете с детьми, вам дадут такой легкий лягушатничек Который мы видели ранее на видео И вот он называется посещением спа А дальше для того, чтобы пройти в аквапарк Нужно будет еще доплатить на семью порядка 30 евро Таким образом, если у вас в прайсе 150 евро за ужин и посещение его на процедур То 150 легко превратится в 180 Ну, вот такой хитрый коммерческий ход На который вы должны рассчитывать Поскольку у нас честный обзор Поэтому и говорить о таких вещах надо честно Во всем остальном здесь прикольно Ну, настолько, насколько может быть, это прикольно в Эстонии Если очень часто встречаешь эстонские отели То через какое-то время понимаешь, что они работают по одному шаблону Так же, как и бельгийские, и голландские И там норвежские, и любые другие И все виды, фишечки по кухне Все фишечки по саунам Они как бы плюс-минус у всех одинаковые Если вы действительно любитель хорошего спа Я имею в виду банные комплексы То Эстонию стоит посетить Потому что рядом Финляндия Но Финляндия очень далеко до эстонских спа То есть эстонцы очень много путешествовали по Финляндии, по России и по Европе И вот свою нишу в спа они нашли великолепно И такие спа, как в Эстонии Я думаю, вряд ли вы где-то в ближайшие 3-5 тысяч километров встретите Что-то похожее, конечно же, есть в Турции Но опять же, там уровень культуры не европейский И все равно не то Поэтому за эстонским спа-колоритом обязательно стоит приезжать Я думаю, в любой отель Ну, а тем более в отеле ВИМ Субтитры сделал DimaTorzok